МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СКРИП КЛИКОВОЙ ЧАСОВ На канале УТС время новостей. В студии Светлана Антимонова. Здравствуйте. Смотрите сегодня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В России стартовала акция на дорогу без перегруза. В Новосибирской области тяжеловесные авто перехватывают на передвижных и стационарных пунктах. Взвешивают, оценивают и штрафуют владельцев. Сколько должен весить грузовик, выяснял Александр Могилин. При несении службы соблюдать меры личной безопасности, особое внимание уделять транспорту с перегрузом, а также с превышением говоримных параметров. Инспекторы передвижных пунктов весового контроля распределяют точки дежурств по всем значимым дорогам и трассам Новосибирской области. Проверять грузовики будут круглосуточно. На передвижном пункте весового контроля водитель обязан взвесить по очереди каждую ось своего грузовика – заднюю, среднюю, переднюю. Процедура проста, но некоторые предпочитают ее избежать. По понятным причинам, штраф за перегруз составляет от 150 тысяч до полумиллиона рублей как для физических, так и для юридических лиц. Правила ужесточили в этом году. Теперь в равной степени наказывают водителей тяжелых машин и их работодателей. Этому дальнобойщику повезло. Его фура тяжелее нормы, но отклонения минимальные. Проблема в другом. Путевой лист с реальным рейсом не совпадает. Нет маршрута по данным участкам дороги. Так что составим административный материал и напишем за отклонение маршрута. За то, что ехал по другой дороге, водитель заплатил 7 тысяч рублей. Объясняет, на казенной машине выполнял частный рейс. Так получилось, что взял у друга машину, на себе чем не увезти. Так получилось, что адреса этого здесь нет. Думал проехать так на авось. На авось не выйдет и у тех, кто в целях экономии перегружает машины. Разрешенные показатели от 9 до 11 тонн на ось. Дорожники объясняют, ограничение – вынужденная мера, чтобы спасти асфальтовое покрытие. Перегруз, он действует на дороге, ущерб в четвертой степени. Поэтому это очень серьезно. Даже, казалось бы, незначительные перегрузки, они буквально раздавливают, разрушают дороги. 10% всех фур ездят по региону с перегрузом, приводят статистику автоинспекторы. Тяжеловесов за последние месяцы стало в два раза больше, поскольку компании все чаще предпочитают автоперевозки, а не железную дорогу. Взвешивание и контрольное взвешивание. Затем, в скором будущем, это будет проходить в автоматическом режиме. Там осталось маленько документально доработать данную проблему. И все это будет проходить в автоматическом режиме. Пока же инспекторы весового контроля работают вручную. Дежурить на трассах Новосибирской области будут круглосуточно, до 4 октября включительно. Александр Могилин, Александр Егоров, Новости ОТС. Без барьеров в Министерстве экономического развития региона выясняли, что мешает бизнесу. По оценкам экспертов, как минимум 50 нормативно-правовых актов создают препоны. Например, это один из проектов закона о порядке перемещения задержанных транспортных средств на стоянку. Эвакуировать авто можно только при полной погрузке транспорта, что исключает буксировку путем жесткой сцепки и частичной погрузки. Теперь документ будут дорабатывать, правила менять. Экспертный совет по оценке регулирующего воздействия проводит раз в квартал. Обратиться к экспертам может каждый. Для этого нужно обозначить нормативно-правовый акт, который мешает работе. Его пересмотрят, и если это будет обосновано, внесут изменения. Тепленькая пошла. На домах Новосибирска зашимели батареи. Разворот отопительной системы идет вторую неделю, но пока не в каждой квартире комфортная температура. Сегодня назвали крайний срок, когда жители мегаполиса должны перестать мерзнуть. Ксения Бородкина продолжит. Детские сады, школы, поликлиники. Эти социальные объекты получили тепло самыми первыми. А вот в многоквартирниках по распоряжению городских властей отопление должны были дать с 15 сентября. Вот только батареи потеплели не везде. На сегодня такие дефекты имеют место быть. Мы их не отрицаем. Для того, чтобы их минимизировать, мы уже ряд мероприятий, которые озвучивали ранее, мы осуществили. Во-первых, мы в этом году серьезно пересмотрели параметры по гидравлике, серьезно увеличили объем работ, который мы констатируем сегодня в 2,5 раза выше, чем по прошлым периодам. То есть задача всех этих мероприятий, конечно же, переломить тренд. Причина проста. Старая отопительная система, много протечек. Коммунальщики взялись за починку. Всего по городу несколько сотен раскопок. Без тепла остаются 58 жилых домов. А где-то и вовсе еще меняют трубопровод. Это улица Плохотного, а ремонт в самом разгаре. Причина – некачественная работа подрядной организации. Еще один пример в Калининском районе – улица Объединения. Такие катакомбы здесь уже третий месяц. Но паниковать не стоит, уверяют коммунальщики. Время еще есть. Отладка уже внутридомовой системы до 1 октября где-то продолжается. Если мы говорим, что эта система большая, у нас 3600 километров. А ведь в доме это тоже теплосистема, тоже трубы. Если так посмотреть, это тысяч семь, я так прикидывал, километров еще. Это еще в два раза больше, чем вот эта большая система. Это тоже трубы, которые текут, которые засоряются, которые рвутся где-то. Где-то там вентиль потек. И все это тоже тысячи людей работают. Это тоже большой объем работы. Сделать все обещают до 1 октября. А вот если и после этой даты тепла не будет, то вина ляжет на управляющую компанию. И за некачественную работу ее будут штрафовать. В целом разворот отопительной системы оценивают на твердую четверку. Лучше, чем в прошлом сезоне, но до идеала далеко. Для этого в будущем году собираются дать старт отопительному сезону гораздо раньше, не дожидаясь холодов. Ксения Бородкина, Алексей Баженов, Новости ОТС. Год ожидания, но цены того стоят. В северном районе традиционная сельскохозяйственная ярмарка. Можно сэкономить и сделать запасы. Что почем, выясняла Ольга Рязанова. Народ, залетаем, баночки, скляночки, молочко свежее. День, когда можно будет приобрести все самое вкусное и свежее от местных сельхозпроизводителей, северяне ждали целый год. А счетчики почем было? 100 рублей килограмм. Возле прилавка с рыбой от покупателей нет отбоя. Николай Лебедев сегодня в качестве продавца впервые. Говорит, решил подзаработать. Торговля идет бойко, покупатели интересуются. Марина 150 точно. Продажа идет. Идет продажа и у других палаток. Мед, овощи, животноводческая продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, живность с личных подворий. Продукцию на ярмарке представили со всего района. Все, что своими руками произвожу, все, что выращиваю со своего огорода, все вынесли на продажу. Вижу носки. Ну, продажа идет, берут. Берут, потому что цены ниже, а ассортимент выше. Галина Волохович говорит, приобрела не только удачную покупку, но и хорошее настроение. Все люди улыбаются, много знакомых встречаются. По ценам, ну, не выше, чем в магазинах. Нормально вот яйца, тем более домашние, они же диетические, все более полезные, без всяких добавок. Нормальные цены. С погодой в этот день не повезло. Однако в холод и дождь северяне согревались свежеспеченными блинчиками и горячим чаем. Самое главное участие, удовольствие от продажи, покричать, позазывать. Это же всегда интересно, на Руси всегда это было испокон веков. И традиции чтим, продолжаем. Такие ярмарки в северном районе – традиция, которой 9 лет. Довольны остаются все. Продавцы выручкой, покупатели – удачными покупками по сниженным ценам. Почему снижение цен возможно? Потому что вы же видите, что какой объем, количество покупателей за счет увеличения объема продаж, соответственно, может снизить цену. И то, что здесь без всяких посредников. Кроме оживленной торговли, творческие коллективы из разных сел организовали концертную программу. Не давай заскучать гостям праздника ни на минуту. Ольга Рязанова, Андрей Ильдеров, Новости ОТС. 50 минут в ледяной оби. Любители холодового плавания соединили мосты и эстафеты. За экстремальным рекордом наблюдала Алия Арзаева. Мостов, соединяющая нить. Так назвали экстремальный заплыв. Спортсменам предстоит проплыть под Комсомольским, Бугринским, Октябрьским, Димитровским и Метромостом. Пока это экспериментальный формат. Цель – получить статус региональных соревнований. Задача поставлена именно пройти дистанцию и понять, то ли это будет всегда три этапа, то ли это будет четыре этапа по одному заходу, или два человека по несколько заходов. Вот такой тестовый, так скажем, режим заплыва. Три команды по три человека. Опытные пловцы, новички и смешанная тройка. Один из спортсменов, француз Эрик Легу, участвует в российских соревнованиях уже три года. За это время даже выучил русский язык. В прошлом году в Чумене, это шампионат России, и все, получил две медали. Потом, ура, были в Мурманске тоже две медали. Шампионат России. И вот, это опыт больше и больше. Но, конечно, это необычно. Две медали французский пловец завоевал и в этот раз. Золото в командном соревновании и бронзу в личном первенстве. Ура! Обладательницей золотой медали стала и единственная в заплыве девушка. Сибирячка Любовь Зверева. За плечами спортсменки двухлетний опыт. Признается, плавать несложно, трудно заставить себя прыгнуть в холодную воду. Первые две-три минуты нахождения в воде, потому что борьба с собой. Чувствуешь очень, каждая частица твоего тела чувствует холод. Ужасный холод, потому что температура воды, например, Енисея 7-8 градусов, 9. Но это очень холодно. И вот, то есть, эти первые три минуты преодоления себя. А в Аби вода не просто холодная, ледяная, всего 5 градусов. Спортсмены сменяют друг друга, ориентируясь на самочувствие. Каждую команду сопровождает катер со спасателями. Рекорд этого заплыва – 50 минут нахождения в холодной воде. Отличился новосибирец Роман Гусев. Сколько заходов? Два. Один тридцать, другой, сколько? 20 минут. Всего 20 минут, когда раздались вообще очень тяжелыми. Победа досталась международной тройке пловцов. Серебро завоевали опытные спортсмены, а бронзу – новички. Но в борьбе с холодом и водной стихией каждый из спортсменов может по праву считать себя победителем. Алия Арзаева, Артем Валевич, Новости ОТС. Самый лучший день заходил в Новосибирск. В город приехали режиссеры нового российского фильма, продюсера Тимура Бекмамбетова. И организовали караоке-акцию, съемки которой, возможно, попадут в киноленту. Борис Кернегеков тоже спел в общем хоре земляков. В начале разогреть и развеселить публику. Новосибирск – пятый город, куда приехала съемочная группа фильма «Самый лучший день». Снимают масштабную песенную акцию. Сотни людей исполняют главный саундтрек фильма. Из видео, которое будет снято в 8 городах, мы сделаем один общий клип, как горожане поют, собственно, «Самый лучший день». И этот клип пойдет в фильм, он будет идти там в конце титров. На самом деле не очень важно, сколько именно людей собирается, потому что самое главное – это хорошее настроение и эмоции. И они всегда появляются. Командует караоке-парадом режиссер фильма Жора Крыжовников, который снимал известный фильм «Горько». Все ребятки на своих местах. Смотрите, как у нас сейчас широченный объектив. Видно все. «Флэшмоб» – это пиар-акция для киноленты. Дальше к коровке-марафону присоединятся жители Казани, Волгограда и Краснодара. Чтобы Новосибирск смог побороться за звание самого поющего города России, спеть хит Григория Лепса пришли не только любители, но и профессионалы. Когда там участвуют горожане, которые не имеют отношения к искусству, к пению, когда люди собираются вокруг искусства, это всегда очень интересно. И благодаря этому наш город становится более дружным. Увидеть себя на российском экране участники марафона смогут 24 декабря. Именно тогда картина выходит в прокат. Наша съемочная группа тоже решила не остаться в стороне и поучаствовать в караоке-марафоне. Давайте, ребята! Самый лучший день! Закодил вчера! Ночью я так лень! Пробыл до утра! Будем надеяться, что эти кадры попадут в новый фильм Тимура Бекмабетова. Борис Киргенеков, Константин Менин. Новости ОТС. Хоккейный Север одержала волевую победу над Ладой и Стольятцей в очередном матче континентальной хоккейной лиги 5-4. Новосибирцы выиграли в серии буллитов. Почему Сибирь не смогла одолеть аутсайдеры чемпионата в основное время и чьей игрой остался недоволен Андрей Скобелко в сюжете Кристины Берлисовой. Кто бы мог подумать, что игра с Тольяттинской Ладой, которая замыкает турнирную таблицу чемпионата, заставит болельщиков понервничать ничуть не меньше, чем матч с Акбарсом. Сибирь две игры подряд пропускает первой и весь матч догоняет соперника. Что помешало новосибирцам с самого начала показать боевой и активный хоккей, непонятно. В первую половину игры ребята все ждали, когда же Лада будет сама себе забивать голы. Не дождались, начали немножко опираться, начали где-то работать, начали вспоминать, что от них мы просим, что мы требуем. Ну, вы знаете, такие качели, я вам скажу, что это... Мы будем с этим разбираться. Наверное, для зрителей это здорово, но мы так не хотим играть. И поэтому, конечно, мы очень рады, что мы выиграли эту игру, но тем не менее я очень недоволен многим моментом. Две первых пропущенных шайбы Никиты Беспаловым, а именно он был на воротах, заставили новосибирцев наконец-то зашевелиться. Сибирь начала набирать ход и мощь и в последние 20 минутки отыграла три шайбы. Нам не дают расслабляться тренера, то есть у нас идет постоянно такая накачка, давайте, давайте. И ребята сами понимают, в принципе, игра сегодня была наша, да, если посмотреть, там, второй, третий период, ну, практически в их зоне постоянно, да, моментов было кучу, и поэтому тут как бы все сами понимают, что нельзя было такую игру отдавать. Пусть даже в булитах, но победа есть победа. В серии булитов Беспалов не дрогнул и, в отличие от основного времени, сыграл как надо. Меткие братские Винсаура, Шалунова и победный гол Ульстрима принесли Сибири победу. Впрочем, Лада тоже может быть довольна. Команда из Тольятти показала достойную игру. Лучше играть, что мы сыграли под моим руководством на сегодняшний день. В хороший первый период и дальше хорошо играли, но в третий период у меня самого и игроков начал потряхивать. Очень хотелось выиграть и мы заслуживали что-то, наверное, большего, но это наша боязнь. Сибирь организованная, хорошая команда воспользовалась и сравнял счет. Но, ребята молодцы, хоть очко это что-то, чем ничего. После матча с Ладой у Сибири 28 очков. Ровно столько же у Йокерит и Авангарда. Следующую игру новосибирцы проведут 29 сентября против Сочинского клуба. Кристина Берлизова, Антон Мамаев, Новости ОТС. И на этом у меня все. Развитие событий в следующих выпусках. Я же прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова